Бременские музыканты на новый лат в эти минуты в Новосибирском музыкальном театре генеральная репетиция мюзикла Геннадия Гладкова. Среди первых зрителей и наш корреспондент Алексей Кудинов. Алексей, здравствуйте, вам слово, ждем подробности. Добрый вечер, Светлана. Начну с того, что спектакль «Бременские музыканты» в репертуаре театра был очень давно. Он появился еще тогда, когда театр был не музыкальным, а музыкомедии. И ставил ту версию Михаил Михайлов. И с одной стороны, 22 года, это очень большой срок, конечно, стареет спектакль за это время. Его пора было снимать. С другой, такое название в афише должно быть. Поэтому театр пригласил хореографа и режиссера Татьяну Безменову, которая немало уже поставила здесь, в Новосибирске, для того, чтобы сделать абсолютно новый спектакль «Бременские музыканты». Мне хотелось прежде всего, ну, такие 70-е вернуть в музыку. То есть не делать этот спектакль современным, а наоборот вернуть во время, в которое, собственно говоря, писался этот материал. То есть самые любимые мои заводные 70-е. Нам удалось в антракте пообщаться с артистами театра, которые вот в один голос говорят, что репетировать, делать, придумывать этот спектакль было очень здорово, очень интересно. Ну, с одной стороны, все знают эти песни, эти мелодии, слова, все это впито, вот просто с молоком матери впитано. А с другой, ну, ведь они сочиняли свою новую историю, и можно было, ну, какой-то представить свой взгляд на всеми любимый материал. В детстве слушал и запомнил, ну, что-то свое добавляешь. В любом случае мы же артисты, певцы, вокалисты, поэтому есть какое-то свое понимание того, как бы это спел я. Ну, вот так и стараемся. В этом есть и преимущество свое, потому что достаточно узнаваемая музыка. То есть мало что нужно было учить, например, в плане музыкальной партитуры, да, потому что у большинства артистов это все на слуху, мы знаем этот материал. Ну, еще одна особенность этого спектакля в том, что здесь очень много задействованы артисты балета, у них есть и слова, они и поют, и вот во всем театре отмечают с большим удовольствием, что и танцовщики прекрасно работают на сцене, ничем не хуже других артистов. Ну, добавлю, что сегодня все-таки прогон, и завтра увидят зрители официальную премьеру бременских музыкантов. Здесь в фойе вот есть такая фотозона, есть и выставка рисунков. Можно прийти, сфотографироваться вот с таким замечательным чемоданчиком, поностальгировать о 70-х годах, о временах рассвета рок-музыки, если мы говорим о родителях. Ну, или, может быть, впервые окунуться в эту атмосферу, если мы говорим о юных зрителях, о юных зрителях, которых на премьере этого спектакля совершенно точно будет много. Светлана. Спасибо, Алексей.